Ты девочка, куда тебе в программисты? Поступай лучше на психологию. Воспитатель детского сада не мужская профессия, даже не думай об этом. Подобные гендерные стереотипы наряду с экономическим неравенством столетиями влияли на карьерные выборы мальчиков и девочек. По мере того, как общество развивались, а общее экономическое благосостояние росло, все больше девочек получают возможность обучаться чисто мужским профессиям. С другой стороны, мальчики больше не сталкиваются со стигмой, если выбирают нетипично мужской род деятельности. В идеале гендерное распределение примерно во всех профессиях должно стать, если не 50 на 50, то по крайней мере заметно выровнится по сравнению с тем, что мы видим сейчас или, скажем, полвека назад. Сегодня, когда многие общества уже значительно освободились от рамок гендерных стереотипов, мы можем проверить эту гипотезу, а это, разумеется, пока только гипотеза. И не так давно ученые сделали это, то есть проверили ее. Результаты проверки оказались, мягко говоря, неожиданными. В странах с высоким уровнем гендерного равенства гендерные различия в выборе профессий и образовательных траекторий зачастую были заметно больше, чем в менее равноправных обществах. Это контринтуитивное, на первый взгляд, явление получило название «парадокс гендерного равенства», и его обнаружение здорово всколыхнуло социальной науке. Что же выходит ориентация на гендерное равенство к капитально неправильный путь? И действительно есть чисто женские и чисто мужские профессии, к которым гендеры склонны, что называется, по природе? Сейчас разберемся. Громкая работа вышла в 2018 году. Ее авторы анализировали результаты теста ПИЗа, о котором я рассказывала в одном из своих недавних стримов. В этом тесте школьники 15 лет решают различные задачи и заодно отвечают на ряд вопросов об их, то есть школьниках, жизни. Тест пишут раз в три года, и, сравнивая результаты разных лет, ученые могут извлекать много полезных закономерностей. Авторы работы, о которой я хочу рассказать, анализировали ответы учеников относительно их отношения к точным наукам. На Западе их объединяют под термином STEM, то есть Science, Technology, Engineering and Mathematics, а также оценки и образовательные траектории. И анализ выявил очень интересную тенденцию. Хотя девочки в среднем в двух из трех стран решали математические задачи так же, как мальчики, или даже лучше, и были лучше готовы к получению высшего образования в области STEM, почти во всех рассматриваемых странах, во всех этих странах мальчики чаще, чем девочки, считали науку или математику своей сильной стороной в учебе. Это отношение выражалось и в формальных показателях. Число девочек, поступавших на направление STEM, было больше, чем число девочек, которые эти направления заканчивали. Среди мальчиков такого не наблюдалось. Но самое интересное, что все эти тенденции оказались намного более выраженными в странах, где, согласно признанным международным оценкам, гендерная дискриминация наименее выражена. Исследование было проведено на данных более чем 470 тысяч участников ПИЗа, то есть на более чем солидной выборке, и вызвало серьезный резонанс. Ну еще бы, когда в странах, где гендерная дискриминация является, можно сказать, нормой, например, в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Алжире или Тунисе, процент женщин, заканчивающих высшее образование по STEM-направлениям, оказывается намного больше, чем в максимально близких к идеальным показателям по гендерному равенству Финляндии, Норвегии, Швеции или Ирландии, это скандал. Преддверие Нового года – время, когда многие подводят итоги и задумываются о том, что дальше. Результатом таких размышлений нередко бывает мысль, что я делаю в этой жизни что-то не то. Она вгоняет в уныние, портит праздничное настроение и хочется поскорее прогнать ее от себя. Но такой подход не решает проблему, а лишь усугубляет ее. Потому что неприятные мысли – это всегда указатель, что именно здесь нужно что-то поменять, важно только понять, что именно. И нередко таким спасительным изменением оказывается решение сменить профессию. Или как минимум расширить компетенции, чтобы заниматься смежными областями или решать новые задачи в вашей области и зарабатывать больше. Профессия аналитика данных дает возможность осуществить все это. Аналитик данных – это диагност в бизнесе. Он изучает данные и на их основе делает выводы. Эти выводы помогают бизнесу находить и решать проблемы, оптимизировать процессы, принимать эффективные решения на основе реально существующих тенденций, а не интуиции или опыта. Эти специалисты нужны в любых сферах – от ритейла и маркетинга до здравоохранения, финансов и IT. В России средняя зарплата аналитика данных – 130 тысяч рублей. При этом вам не нужно ездить в офис, и можно работать по гибкому графику. Освоить эту профессию с нуля можно всего за 6 месяцев на курсе «Аналитик данных» от Академии Эдюсон. Преподаватели курса – практикующие специалисты из Яндекса, работы.ру, Даталатты и Сбердевайсис. Поэтому в программе нет воды, а только необходимая теория и множество задач, интерактивных тренажеров и практических бизнес-кейсов для вашего портфолио. Учиться можно в любое удобное время. Ученики сразу получают полный доступ к курсу, который не только остается навсегда, но еще и постоянно обновляется. В течение года каждому студенту помогает личный куратор. Более того, он будет помогать вам даже тогда, когда вы устроитесь на работу. Курс «Аналитик данных» входит в программу «Гарантия трудоустройства». То есть специалисты Эдюсон помогут вам получить офер, а если вдруг вы не сможете найти работу, вернут деньги за обучение. Сейчас вы можете начать обучение бесплатно. Ознакомьтесь с форматом обучения, изучите программу и только после этого примите решение о покупке. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании, чтобы оставить заявку на курс. И не забудьте указать промокод «Якутенко», чтобы получить максимальную скидку в 70% и карьерную консультацию с директором по аналитике работы РУ Аленой Артемьевой. Кстати, сейчас в Академии проходит большой новогодний розыгрыш призов. Вы можете выиграть 1 миллион рублей, а также путешествия и гранты на обучение. Так что не упустите шанс сделать себе отличный подарок на Новый год и изменить вашу жизнь к лучшему. Но на одном скандальном исследовании авторы не остановились. В 2022 году вышло еще одно их исследование, тоже основанное на данных ПИЗа, в котором ученые сравнивали число мальчиков и девочек, планирующих в будущем выбрать профессию, ориентированную на взаимодействие с людьми или на взаимодействие с вещами, механизмами и устройствами. Традиционно считалось, что девочки чаще выбирают первое, а мальчики второе, и что такой перекос – следствие многолетней гендерной дискриминации, когда девочки попросту не имели возможности учиться STEM-профессиям. Или имели, но это было настолько нетипичным, что общество не только не поощряло их, но даже активно препятствовало. Соответственно, по мере того, как гендерные стереотипы будут уходить, процент мальчиков и девочек в обоих типах профессий, ориентированных на людей или на механизмы, должен выравниваться и в идеале приблизиться к соотношению 50 на 50. Новое исследование тех же авторов, которые впервые показали парадокс гендерного равенства, выявило ровно обратную тенденцию. Чем больше баллов набирала страна в так называемом Global Gender Gap Index, то есть международном индексе, который оценивает гендерное равенство возможностей, тем больший процент девочек выбирали профессии, ориентированные на взаимодействие с людьми, а не профессии, прежде всего связанные с работой с механизмами. Финляндия, Норвегия и Исландия, страна с максимальным баллом по индексу GGGI из всех стран в мире вообще, снова демонстрировали максимальный процент девочек, собирающихся в будущем работать учителями, врачами, торговыми представителями, журналистами, рекрутерами и так далее, а вовсе не программистами, инженерами, механиками или электриками. Медианной доли мальчиков и девочек, желающих освоить профессию, связанную с предметами и механизмами, составляли 37,4% и 8,7% соответственно. Даже в самых технически развитых странах только 3% девочек по сравнению почти с 15% мальчиков планировали делать карьеру в области STEM. Эти работы, разумеется, спровоцировали очень бурную реакцию в СМИ, потому что они демонстрировали тенденцию, ровно обратную той, которая сегодня распространена в общественном дискурсе, который косвенно, а иногда и прямо, утверждает, что между мужчинами и женщинами нет никакой разницы. То есть она есть, конечно, мы видим ее глазами, мы знаем, что часть биологических процессов у мужчин и женщин не одинаковые. Ну, например, мужчина не может родить, а женщина не может производить сперматозоиды. Мы знаем, что частота и прогноз различных заболеваний для мужчин и женщин отличаются, но все эти отличия ограничиваются строго областью ниже плеч. Мозг мужчин и женщин, согласно главенствующим нынче тенденциям, совсем-совсем не отличается. А значит, не отличается и частота распределения стремлений и увлечений, а разницу, которую мы видели до сих пор, это исключительно результат многовекового угнетения женщин. А тут вдруг на больших данных мы видим, что в странах, где по всем показателям, разработанным профеминистами, с гендерным равенством все хорошо, и девочек формально или неформально не принуждают идти в какие-то конкретные области, а наоборот, всячески стимулируют их желание изучать математику и прочие стем-ориентированные дисциплины. Так вот, в этих странах мы видим, что женщины совершенно добровольно не желают этого делать, а желают работать в тех самых традиционно женских областях. Очевидно, такие громкие результаты не могли остаться незамеченными и в научных кругах. И первое, что сделали коллеги авторов, попытались перепроверить, читай, опровергнуть эти результаты. И у них действительно получились другие выводы. В итоге авторы исходной работы опубликовали пояснение, в котором подробно объяснили свою методику подсчетов и, в частности, новый показатель, который они использовали, пропенсити, то есть тенденцию, в смысле предрасположенность, к тому, что девочки будут оканчивать высшее образование в области стем. Это объяснение выглядело вполне логичным. Тем не менее, ученые, изначально выразившие несогласие с результатами работы о парадоксе гендерного равенства, остались при своем мнении. Тем не менее, сразу несколько других исследований, вышедших позже, независимо и при помощи других методов подтвердили существование парадокса. В 2019 году ЮНЕСКО, проведя собственное исследование, тоже подтвердило, что обнаруженный авторами нашумевшей статьи феномен существует. В 2022 году это же подтвердила комиссия по проблемам женщин ООН. Иными словами, парадокс гендерного равенства, то есть повышенный процент девочек, выбирающих традиционно женские профессии, в странах с высоким уровнем гендерного равенства и представленности женщин во всех сферах жизни, этот парадокс существует в реальности. Со скрипом, но это были вынуждены признать даже ярые противники этой идеи. Что, кстати, является еще одним свидетельством мощи научного подхода как способа познания жизни. Если у нас накапливается достаточное количество данных, подтверждающих что-то с существованием этого чего-то, приходится смириться даже его идейным противникам. И даже если в душе они остаются при своем мнении, то они не высказывают его публично, потому что спорить с хорошо доказанными фактами означает потерять свою репутацию как ученого. Но вернемся к парадоксу гендерного равенства, который существует, несмотря на то, что многим он не нравится. Возникает вопрос, что он означает? Что мужчины и женщины разные по природе? Что наша политика, направленная на выравнивание гендерного перекоса, несостоятельна? Или еще что-то? Прежде чем мы узнаем ответ на этот вопрос, хочу традиционно призвать вас поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, смотреть другие мои видео и тоже ставить им лайки, писать в комментариях, о чем еще вы хотели бы узнать и, конечно, подписываться на меня на платформах Патреон и Бусти. На Бусти можно донатить в рублях, на Патреоне в евро, и ваша финансовая поддержка очень важна для моего независимого канала. Итак, откуда берется гендерный парадокс? Разве не должна доля мужчин и женщин во всех профессиях стремиться к 50%? Если мы даем мальчикам и девочкам выбирать свой жизненный путь свободно, а не под давлением стереотипов? Мы видим, что нет. Как можно объяснить это? Самым очевидным кажется вариант, что в странах, где давление гендерных стереотипов мало, мальчики и девочки могут выбирать карьеру в соответствии со своими внутренними склонностями, грубо говоря, выбирать то, что им больше нравится. И эти склонности могут у них, то есть у мальчиков и девочек, отличаться. Но такой вариант, разумеется, очень не нравится обычным людям и некоторым исследователям, которые стоят на позициях, что мужчины и женщины никак не отличаются в своих предпочтениях, несмотря на то, что миллионы лет отбор работал на закрепление различных гендерных функций. Проблема в том, что подобрать разумное другое объяснение не так-то просто. Фактически на сегодня у нас есть одна подобная попытка, результаты которой опубликованы в рецензируемом научном журнале, а именно в ПНАС. Неплохой, кстати, журнал. На эту статью очень любят ссылаться в дискуссиях сторонники идеи об одинаковости мужчин и женщин. Так что взглянем на эту статью повнимательнее. Итак, что же утверждают ее авторы? Они пишут, что меньший процент девочек, выбирающих STEM в странах с низким уровнем гендерного неравенства, связан с тем, что в этих странах более сильны стереотипы о том, что математика не для девочек. Звучит как парадокс. Так что давайте посмотрим, как авторы доказывают свое утверждение. Они делают это, используя все те же результаты ПИЗа, а также опросники, изучающие отношения жителей разных стран к различным связанным с гендером вопросам. И именно из этих опросников ученые вытаскивают идею о превалировании стереотипов в странах с низким уровнем неравенства. Например, авторы анализируют согласие или несогласие с утверждениями вроде «Быть домохозяйкой приносит удовольствие». И если много респондентов соглашаются с подобными утверждениями, авторы заключают, что это свидетельство господства «male supremacy ideology», то есть идеологии превосходства мужчин. Я сейчас не шучу, в статье прямо так и написано. Или же авторы оценивают ответы респондентов по самооценке своих личных качеств. И если обнаруживают, что девочки чаще говорят о себе как о более теплых, заботливых и общительных, это, по мнению авторов, является стереотипно приписываемым женщинам характеристиками. И если авторы обнаруживают, что девочки считают себя таковыми, то они делают вывод, что в этой стране девочки более подвержены стереотипами. То есть следите за руками. Чтобы сделать вывод о подверженности стереотипам, авторы приписывают любое самоощущение, отличающееся от предписываемого идеи одинаковости полов распределения 50 на 50. Так вот, такое самоощущение авторы приписывают влиянию стереотипов. Иначе говоря, авторы по умолчанию отвергают идею, что девочки могут быть теплыми и общительными, и считать, что сидеть дома с детьми – это вполне приятно. Так вот, они отвергают идею, что они могут считать так сами. Это может быть исключительно влиянием навязанных обществом стереотипов, а значит, чем этого больше, тем больше в стране стереотипов. Как и в работах, обнаруживших парадокс гендерного равенства, здесь авторы тоже нашли, что в более гендерно-равноправных странах больше девочек демонстрируют качества, которые мы традиционно называем женскими. И это при том, что в этих странах женщины представлены на всех уровнях власти, они занимают множество руководящих постов и так далее. Иначе говоря, ученые обнаружили тот же самый феномен, но использовали его для объяснения феномена парадокса гендерного равенства. Это примерно то же самое, что утверждать, что в больницах врачи убивают людей, потому что среди тех, кто попадает в больницы, умирает больший процент, чем в целом по популяции. Причиной повышенной смертности людей в больницах является то, что в больницы исходно чаще попадают больные люди, а не противоестественная склонность врачей к убийствам. С обнаруженной в работе разницей в ответах мужчин и женщин и с феноменом разной представленности женщин и мужчин в STEM в гендерно равных странах очевидно наблюдается та же картина. И то, и другое является следствием некой общей причины, а не причиной и следствием. Иными словами, в этой работе, объясняющей парадокс гендерного равенства большей распространенностью гендерных стереотипов в гендерно равноправных странах, настолько слабая логика, что использовать ее в качестве аргумента означает расписаться в неспособности строить простейшие логические утверждения. В дополнение к искаженной логике для доказательства наличия стереотипов авторы используют такой метод, как имплицитный ассоциативный тест. Эта методика позволяет выявить неосознаваемую предвзятость или отсутствие таковой по отношению к чему-либо. Да, этот метод имеет право на существование и довольно активно используется в психологических статьях, но у него множество оговорок, у использования этого метода множество оговорок. Во-первых, это довольно слабый метод, и на результаты в тесте на вашу неосознаваемую предвзятость может влиять масса разных других факторов, помимо стереотипов. Кроме того, это довольно слабый результат, то есть обычно эта предвзятость, которая выявляется методом EAT, оказывается очень небольшой и вряд ли может объяснять какие-то значительные проценты в выраженности того или иного признака. Иначе говоря, имплицитный ассоциативный тест может использоваться как один из дополнительных методов, но уж точно не как основной метод доказать наличие стереотипов или предвзятости по отношению к чему-либо. В оправдании людей, которые ссылаются на эту статью с, мягко говоря, очень слабыми доказательствами, можно сказать, что они почти наверняка не вникали в логику авторов, потому что все эти, ну скажем так, неубедительные, а иначе говоря, нелепые рассуждения спрятаны глубоко в аппендиксе, то есть не в самой статье, а в ее приложении в сопроводительных материалах. В основном тексте утверждается лишь факт. Мы обнаружили более выраженные гендерные стереотипы в странах с более выраженным гендерным равенством, и это объясняет парадокс гендерного равенства. И этот факт принимается на веру теми, кто читает основной текст, не открывая приложение, в котором, собственно, описывается, как именно авторы пришли к такому выводу. Как обычно, дьявол в деталях, но так как мало кому охота в этих деталях копаться, сомнительные утверждения расходятся и становятся популярными. Как я уже говорила, других, хоть сколько-нибудь убедительных объяснений, связывающих парадокс гендерного равенства с каким-то еще фактором, а не с внутренними склонностями девочек, которые в более свободных и богатых обществах могут более свободно проявлять себя, у нас нет. Так что давайте рассмотрим гипотезу о том, что причиной являются таки внутренние склонности. Специально подчеркну, не IQ, не интеллект, а именно склонности, то есть желание заниматься той или иной деятельностью, потому что она приносит удовольствие. И ПИЗа, и многие другие работы показывают, что по среднему уровню интеллекта и по когнитивным возможностям, позволяющим полноценно заниматься STEM, мужчины и женщины не отличаются между собой. Но почему вдруг мальчикам и девочкам нравится делать разные вещи? Основная гипотеза связывает эту разницу с эволюционно возникшими и закрепившимися отличиями, что очень логично. Как говорил великий биолог Феодосий Добжанский, nothing in biology makes sense except in the light of evolution, то есть ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Представители рода хомо миллионы лет используют стратегию коллективного проживания, при которой самцы и самки используют принципиально разные поведенческие стратегии. Такое разделение позволило хомо максимально эффективно выращивать потомство, развиваться и осваивать новые территории. Homo sapiens sapiens возник около 300 тысяч лет назад, и даже если предположить, что с этого момента мы вдруг перестали зависеть от той биологии, которая сформировала внешние и поведенческие отличия гендеров, что неправда, но давайте допустим, даже в этом случае 300 тысяч лет недостаточно для того, чтобы отменить то, что формировалось миллионы лет. Тем более, что всерьез, а хоть какой-то независимости от природных факторов, мы можем говорить с периода не раньше 10 тысяч лет назад, когда стали появляться первые зачатки того, что позже можно будет назвать цивилизациями. Что это были за роли? Мужчины занимались поисками крупной добычи и защитой своих семей и своего племени от врагов, а также нападением и уничтожением соседних племен. Женщины же добывали каждодневное пропитание и заботились о потомстве. Соответственно, мужчинам важно было хорошо ориентироваться в пространстве далеко от дома, а позже уметь создавать орудия. Женщинам было важно прежде всего поддерживать хорошие отношения с другими женщинами, так как без их помощи было невозможно вырастить детей. Ну и разумеется, им было важно любить своих младенцев, чтобы не поубивать их в тяжелые младенческие годы. Мы подробно говорили об этом в моем недавнем стриме про альтруизм. Эти поведенческие отличия поддерживаются вполне определенными биохимическими механизмами. Что это за механизмы? Те же, которые обеспечивают нашу мотивацию к чему угодно. Я много рассказываю об этом в своем плейлисте «Сила воли» у меня на канале и во время персональных консультаций по проблемам воли и мотивации. Лучше и охотнее всего мы делаем то, что приносит нам удовольствие, что стимулирует нашу систему вознаграждения в мозгу. То есть можно предположить, что мужчинам должно нравиться копаться в механизмах, а женщинам взаимодействовать с другими людьми. Еще раз, это не значит, что женщины по природе не в состоянии понять, как работает какой-то прибор, а все мужчины эмоционально недалеко ушли от табуретки. Разумеется, нет. Но парадокс гендерного равенства хорошо показывает нам, что когда нет принуждения, люди склонны выбирать те занятия, которые им больше по душе. Несложно заметить, что наиболее гендерно-свободные страны одновременно являются самыми благополучными странами с хорошим социальным обеспечением. Ни над мальчиками, ни над девочками не висит необходимость кормить своих родственников, а значит, они могут выбирать профессию, которая им нравится, а не ту профессию, которая обязательно приносит больше денег. Исследователи полагают, что в бедных странах, даже если в них сильны гендерные стереотипы, заметно больший процент девочек и женщин идут в STEM, потому что на их попечении часто находятся иждивенцы, дети, братья-сестры или родители. Получить связанную со STEM профессию означает зарабатывать больше денег, а уж что там кому нравится в ситуации, когда семья на черте бедности или за этой чертой, это никого не волнует, на это просто нет физической возможности ориентироваться. И тут мы подходим к самому интересному во всей этой истории. Если мы исходим из предположения, что феномен парадокса гендерного равенства реален, а он реален, и девочки действительно в силу своих внутренних свойств менее склонны идти в STEM, попросту это им часто меньше нравится, чем профессии, ориентированные на людей или на творчество, то мы получаем прямое противоречие интересов общества и отдельных его членов, то есть в данном случае девочек. Потому что для общества в целом выгодно, чтобы большая часть его членов была на рынке труда и желательно без гендерных перекосов, то есть чтобы все ниши были более или менее равномерно заняты представителями обоих гендеров. Это я сейчас не выдумываю, а цитирую вам выводы, например, Европейского института гендерного равенства. Именно поэтому считается, что так важно побуждать девочек заниматься STEM, потому что там много высокооплачиваемых работ, дающих к тому же хорошую добавленную стоимость, то, что надо для экономики. Но если мы предположим, что исходные гендерные различия в предпочтениях существуют, то идеальное с точки зрения удовлетворения внутренних склонностей распределения по профессиям и идеальное с точки зрения развития общества распределения по профессиям не совпадают. И это хорошо бы понимать, планируя интервенции, направленные на восстановление гендерного равенства. Потому что может оказаться, что выбранные способы стимулировать девочек идти в STEM не заходят. И надо как-то иначе, если мы хотим, чтобы они все же туда шли. А также, вероятно, стоит смириться, что распределение 50 на 50 достичь не удастся и думать о том, как обеспечить максимальное процветание экономики без такого распределения. В самом конце отдельно подчеркну, что я не призываю прекратить усилия в плане обеспечения равного доступа к образованию, неважно, STEM это или гуманитарные науки. Идеи, что женщинам не нужно высшее образование, а нужно только рожать побольше детей, заскорузлое средневековье, к тому же губительное для экономики. Уж это мы знаем точно, тут у нас в данных недостатка нет. Когда половина общества выключена из рынка труда или вовлечена в него на самых низших ступенях, невозможно создать преуспевающую технологически развитую экономику. Я говорю лишь о том, что борясь за равные права и против устоявшихся стереотипов, важно не скатиться к другим стереотипам, таким же неверным и предвзятым, как те, с которыми мы боремся. Идеальное общество – это не то, в котором во всех профессиях 50% женщин и 50% мужчин, а то, в котором люди любого гендера имеют возможность заниматься тем, что лучше всего соответствует их склонностям и получать за все эти выборы достойную оплату. Неважно, выбирают ли они сидеть дома и заботиться о детях или строить космические ракеты. На этом все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok